В Кировске впервые состоялся открытый диалог между городской властью и жителями. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. За два часа Юрий Кузин, глава администрации, и Вадим Турчинов, глава города, получили более 150 обращений граждан. За ходом общения следила наша съемочная группа. Интерес к встрече высокий. Одни следят за выступлением через онлайн-трансляцию в соцсетях, другие предпочли прийти лично. А диалога с властью ждут честных ответов и решения на болевших проблем. Мы хотим решить вопрос о ремонте подъезда и о корректировке. Мы обращались, когда наш дом находился в компании «Жилсервис», мы хотели этот вопрос решить, но так и не решили. А сейчас мы относимся к Кировской гор-электросети. Вопросов много. Возле микрофонов очередь. Часть обращений передают в письменном виде или через социальные сети. Самая злободневная тема – корректировка затопления. Жильцы многих кировских домов получили квитанции на десятки тысяч рублей. Я не прошу, поднимите руки, кого взяли этот вопрос в голову. Смотрите, руки. Пошли. По мнению администрации, жители не должны нести время корректировок. Управляющие организации и ТСЖ сами долгое время не уделили должного внимания вопросам энергоэффективности и теплоснабжения. Когда мы пришли в эти дома, никакими злополучными они не являются. То есть это обычная дома кировская. Но они необычные в том плане, оказалось, что там очень большие неэффективные тепловые потери. Отсутствие теплоизоляции в тепловых пунктах, на розливах, на тепловых сетях. Отсутствие элементарных приборов, манометров и термометров. И в конечном итоге мы пришли к пониманию, что те тепловые потери, которые относятся к дополнительным общедомовым расходам, они должны были предъявляться в ежемесячном режиме управляющим компаниям. И управляющие компании должны были остро реагировать не на замечания администрации города, а вот как раз найти счета и устранять эти потери, протечки, отсутствие теплоизоляции, перегрев теплоносителя. Но этого не происходило. Поэтому ошибочно, на наш взгляд, эти расчеты были предъявлены по итогам длительного периода не управляющим компаниям, а жильцам. Самый правильный выход из сложившейся ситуации сейчас – перерасчет. Платежи, ошибочно начисленные собственником квартир, ресурсникам необходимо перевыставить на управляющие организации. К такому выводу пришла комиссия администрации города. Мы с Вадимом Викторовичем встречались с руководством теплогенерирующей компании. Я напрямую спросил, возможно ли проведение перерасчетов, отказа не получили. Мы должны найти компромиссный вариант, когда управляющие компании должны получить вот эти перерасчеты. Не жильцы, а именно от ТГК расчеты должны получить управляющие компании. Но чтобы не топить управляющие компании, это очень большая сумма для них. Графики рассрочки нужно предоставлять не жильцам, а управляющим компаниям, которые бы дали возможность рассчитаться. То есть расчеты должны быть произведены, потому что приборы учета подтверждают потребление тепловой энергии. Графики расчетов должны быть контролируемы, жильцов необоснованно начисленные платежи должны быть сняты, и система текущих платежей должна быть ежемесячной. В режиме реального времени Юрий Кузин и Вадим Турчинов успели ответить на 39 из полутора сотен вопросов. Еще более 120 вопросов были заданы письменно или через интернет. Ответы на них будут направлены лично, опубликованы на сайте администрации и в СМИ. Первый опыт диалога оказался успешным. Обязательно нужно, потому что мы ближе к ним уже становимся, ближе, и они к нам ближе становятся. Поэтому нужно обязательно делать хотя бы раз в год. Нет, у меня вопросы записывала, я записала несколько вопросов, на один уже со сцены Вадима Викторовича мне ответил на этот вопрос, а остальные вопросы будут решаться. Интересно, потому что можно было задать и можно было услышать. А насколько полезно. Эта встреча такая первая, я участвую. Ну и надо, как они обещают, в дальнейшем встреча будет хорошая. В дальнейшем это приятно. Подстречаться, услышать человека, который отвечает прямо. Не, говорится, на все вопросы отвечаю, как Путин. Полную запись диалога с властью можно найти на странице Народного телевидения ВКонтакте.